Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем цикл передач «Огни» Большого колледжа и начнем мы его с небольшой программы, посвященной выпускникам этого года. Назовем его выпуск 2023. В гостях у Дарго-Медиа председатель студенческого совета колледжа, учащийся четвертого курса отделения оркестровые духовые и ударные инструменты Виктор Витт. Здравствуйте! Здравствуйте! Здорово, отец! Витт, давай немного поговорим о тебе. Скажи, пожалуйста, вообще, откуда ты родом? Каким образом, где учился? Что тебя интересовало до колледжа? До колледжа? Ну, вообще, родом я из Тулы, сам туляк, что не сказать о большинстве студентов нашего колледжа. Вот. Учился я в Центре образования номер 44, в Мясново. Вообще, кто знает, где это Мяснова? Вот. Приучился я там до седьмого класса, а в восьмой класс я пошел в школу при колледже. Вот. Это очень интересная, но тупая история. Вот. Потому что первого сентября я уже поступил в восьмой класс в ту школу. Ко мне подошла мама и спросила, не хочешь ли ты поступить в школу при колледже. Я стал думать. Она сказала, у тебя пять секунд. Ладно. Следующий день я уже был здесь. А в музыку как ты вообще пришел, вот это твое становление в музыке? В музыку я пришел еще до детского садика. У меня бабушка была дирижером хора, и, соответственно, у меня дома стояла фортепиано. Вот. Я маленький был, ходил, клацал по нему, что-то делал, и сказал маме то, что хочу научиться хоть что-то внятное там делать. Вот. А потом на следующий день я понял то, что я этого не хочу, и сказал маме, мама, я не хочу. Она сказала, уже поздно. Вот. С тех пор я в музыке. Ну, начинал ты с фортепиано. Тогда другой закономерный вопрос. Почему духовые инструменты? Тоже моя бабушка. Во втором классе я заболел бронхитом. Ну, какое-то такое смежное заболевание легких. Вот. Меня отвели к врачу, и он сказал о том, что их надо разрабатывать, соответственно, надо надувать шарики. Ну, я второй класс, мелкий. Бабуля очень боялась, что я буду бегать, надувать, и, соответственно, лопать. То есть ты их пугай. И она сказала, что нет, ты пойдешь на духовые инструменты. И причем, когда я выбирал духовые инструменты, волторны в этом списке не было. То есть мне сказали, что есть такой какой-то инструмент, но у нас его сейчас нет, ну, что-то такое. Бабуля сказала, что лучше играть на волторне. И в итоге волторна стала основным инструментом. Да. А как ты оказался в колледже Драгомышского? В колледже? Ну, так как я уже учился в школе при колледже, соответственно, других вариантов не я, никто либо другой не рассматривали. Хотя для моего преподавателя было удивлением о том, что я хочу поступать в колледж. На самом деле. А почему именно колледж Драгомышского? А, ну, я уже тут. Зачем мне куда-то еще ехать? Я понял. А только духовые инструменты? Или все-таки было желание сменить инструмент, сменить отделение, не духовое? Ну, как-то в девятом классе, я когда его сдавал с первой частью восьмой соната Бетховена, некоторые преподаватели подходили ко мне и говорили, что ну, ты хорошо играешь, если захочешь поступать на фортепиано. То есть ты приходи, мы тебя что-то с чем-то, и у тебя получится. То есть ты хорошо играешь. Но в итоге я все же решил, что буду поступать именно на волторна. Наверное, неоднозначный вопрос. Не все любят этот вопрос, не всем нравится ответ, скажем так. Скажи, пожалуйста, а вот кто для тебя самый любимый преподаватель в колледже, но с условием? Не преподаватель по специальности. А, ну, самый, прям самый-самый любимый. Да, если бы не было специальности, куда бы ходил чаще всего? Я бы чаще всего ходил на историю и философию, на самом деле. Почему? Это мои два любимых самых предмета, потому что они самые легкие. Вот, и ходил бы я именно к грингов. Ирина Алексеевна. Да, но у нас, к сожалению, она уже не преподает. Но я ее застал, было время. Понятно. Если мы говорим про утро в колледже, то соседняя лестница просыпается от звуков волторна. Скажи, пожалуйста, как вообще часто ты занимаешься игрой на инструменте и сколько времени отводишь на подготовку? Ну, если не считать часы специальности, которые у меня поставлены в расписание, то это где-то часа два в день. Знаю, это немного, я уже четвертый курс, мне скоро ГОС создавать у меня там все плохо и все такое. Но как-то... Хватает этого. Да, пока что мне этого хватает. Либо профессионализм уже, либо спокойствие. Просто занимается тот, кто играет на меня. Понятно. С такой логикой у нас полколледжа таланта. Если говорить про твои музыкальные достижения, что ты считаешь самым значимым за эти четыре года? За эти четыре года? За эти четыре года. А, за эти четыре года. Ну, тогда ничего. Ничего? Да, но у меня был момент, когда я еще учащий в школе сделал то, что, наверное, не каждый сможет сделать на протяжении всей своей жизни. Я занял третье место в русских сезонах в Париже, в Волторне. Серьезные соревнования? Да. Скажи, пожалуйста, а концерты? Буховики очень часто участвуют в концертах. Концертной практики очень много. Да. Были какие-то курьезные ситуации в концертной практике, которые ты мог вспомнить? Курьезные. Но если не брать того, что перед каждым концертом нам надо набраться храбрости для двух веков, то таких более-менее курьезных ситуаций лично для себя и для других не припинут. Не вспоминаю. Хорошо, но смотри, музыка забирает у тебя два часа в день. Ну, это нам скажем. А есть какие-либо увлечения помимо музыки? Помимо музыки? Ну, пойми музыки, я не считаю учиться, вот это все это не считать. Да, мы убираем учебную деятельность, мы убираем самоподготовку музыкальную. Вот чем живет Виктор Витт в свое свободное время, какое хобби его интересует? Ну, в свое свободное время я большую часть времени провожу. Если провожу ее дома, если, то я постоянно сижу за фортепианом. Несмотря на то, что я ее уже закончил, она мне не нужна, но мне до сих пор нравится играть на фортепиано. То есть это порыв души? Да. Собираетесь обыграть Дмитрия Комарова на фортепианном конкурсе? Ну, я был готов ко всему, но не к Дмитрию Комарову, я нет. Все-таки боитесь. Да, это ужас. В битве. Вообще, если говорить, ну, достаточно большая сфера интересов. Вроде как и вообще фортепиано интересно, как свое собственное занятие, да, с детства. Духовые инструменты, тренажерный зал. Вот в такой совокупности интересов хватает время на личную жизнь? Отношения? На личную жизнь не хватает, да. Занято ли сердце председателя? Если честно, да. Не будем уточнять, оставим тихое послесловие. Вопрос такой. Год назад ты победил в выборах председателя студенческого совета. Даже больше, насколько я понимаю, чем год. Это зимой, под Новый год, в лучших традициях российской власти. И сообщил о том, что покидает пост председателя студенческого совета. Но вновь побеждаешь в голосовании среди лучших выпускников духового отделения. В чем секрет твоего успеха? Ну, понимаете, вообще бы этот вопрос надо было задать моей маме тогда. Почему я такой красивый, умный. Талантки обаятельные, харизматичные, да. Но мне кажется, что... Как так сказать-то? Просто в какой-то момент я умею подать себя так, чтобы сконцентрировать на себе внимание. Как это было в прошлом году на выборах. При том, что я же помню, что когда вы объявляли в большом зале, что нужны кандидаты только от первого и второго курса, а я просто спросил, может ли выступать третий курс, вы меня записали. То есть я даже не планировал. У нас демократия. А, да, точно. Ну, смотри, ты учишься в колледже уже фактически 4 года. Мы не берем даже время обучения в школе, а именно в колледже. Если говорить про студенческую жизнь. Вот абсолютно объективно, на твой взгляд, она стала развиваться, стала интереснее, либо она стагнирует, либо какие-то вещи раньше были лучше. Как ты считаешь? Ну, сказал бы... Я бы не сказал, что прям развивается куда-то. Ну, куда-то, может быть, она и развивается. Но мне кажется, что у нас стало намного интереснее. А вот почему? Что нового? Нового, например, даже когда я еще в школе учился, в соревнованиях по волейболу. Такого у нас не было. По баскетболу. Вот в футбол, когда мы играли отделениями, такого ничего не было. А сейчас, ну, действительно есть места, какие-то новые возможности для того, чтобы проявлять себя не только как музыкант, но еще как, например, спортсмен. То есть сочетать различные направления. Смотри, если мы говорим про духовое отделение, про родное, любимое, в этом году выпускается 4 духовика. Да. Хотя я помню, у вас было значительно больше. Кто-то потерялся по дороге, кто-то не смог освоить, да. То есть мы имеем по выходу четверых человек, которые заканчивают духовое отделение. А набор на первый курс в этом году составил 12 человек. Какова тебе тенденция? Тенденция? Ну, я считаю, что лучше не количество, а качество. Скажем так. А знаком с первокурсниками? Что можешь сказать? Конечно, знаком. На самом деле здравые ребята. Когда я их первый раз увидел, мне было как-то, нет, не страшно, непонятно, по ним не было видно, какие они. То есть, если, например, я когда поступал на свой первый курс, я сразу увидел Гришу, я сразу увидел Мишу, я сразу помню, какие-то люди, то по ним это было не очень заметно. Но в процессе разговора, общения ты понимал то, что, блин, классные ребята на самом деле. И, насколько я знаю, даже в созданной студенческой группе, в Хартбрас, если я не ошибаюсь, уже есть студенты первокурсника. Уже первокурсница. Первокурсница. И даже не совсем духовик, как я понимаю. Ударница. Ударница, да. Интересно. Скажи мне, пожалуйста, а вот если мы говорим про духовое отделение, 4 года обучения, какая главная особенность духового отделения тобой была подмечена? Скажем так, первые 3 года обучения на духовом отделении я был такой, скажем так, мерила здравость, что ли. То есть я старался, даже, скажем так, я старался эти 3 года понять, как вообще принцип действия этого духового отделения. И только на четвертом курсе, когда я... нет, не пойму, вот не буду рассказывать эту историю. Интерес возрос. Да, если кому надо, я расскажу. Вот. Но я понял то, что духовики, они, во-первых, они всегда везде задействованы, то есть на всех почти любых мероприятиях, как работники сцены или как просто выступающие. То есть они есть практически везде. И перед концертом надо... ну, страшно, там, нота не возьмется. У нас же инструменты, они не совершенные, то есть что-то раз, все, минус звук. Поэтому надо набираться храбрости, мужества. Вот. Эту науку я освоил. Отделение храбрецов. Да, да. Понятно. Несреди ребят нередко есть такое определение для тебя, как президент колледжа или президент студенческого совета. Ты покидаешь пост. Каково это? За этот год я столько всего сделал. Вот. И я надеюсь, что следующий председатель, он сделает не меньше, а может даже больше, лучше. Вот. И он будет достойный меня. Вот. Потому что, ну, туалетная бумага – это сильно, на самом деле. Я понял ценность вот этой бумаги на своем личном примере. А вопрос, наверное, не менее актуальный. Кого ты видишь приемником? Приемником. Есть ли конкретный человек? Конкретный человек? Но я, на самом деле, долго об этом думал, размышлял. Ну, вот, конкретных, как говорится, цифр я называть не буду. Вот. Но я надеюсь, что следующий председатель продолжит традицию меня, и он так же будет духовиком. Вот. То есть, из родного отделения человека. Понятно. Ты вспоминал о футбольном матче «Духовики-народники», который закончился сокрушительным поражением «Народников», тотальной победой «Духовиков». А ты был вратарем в этом матче? Да. Пропустил достаточно мало мячей? Ну, очень мало, да. Ты вообще играл когда-нибудь в футбол, или это была первая практика? Нет, мне очень нравится играть в футбол, на самом деле. И, вот, на матче я был в перчатках, и эти перчатки мне еще в пятом классе подарил дедушка. Вот. То есть, я всегда в школе учащий, здесь, и в прошлой своей школе старался, когда кто-то играл в футбол, я постоянно приходил, и меня, как правило, всегда ставили на вороты. Я не понимал, почему, но сейчас я понял, почему. Вот. Но опыт пригодился. И семейные реликвии тоже пригодились. Хорошо. А если говорить об апрельском-майском, втором традиционном турнире, можем ли мы увидеть экс-председателя в воротах команды «Духовиков»? А это разве подвергает сомнению? Смелое заявление, смелое, смелое. Да. Если говорить про студенческую жизнь, что ты считаешь необходимым для ее дальнейшего развития? Чего недостает студенту? Что бы хотелось больше развить? Взгляд именно студента на студенческую жизнь. На студенческую жизнь, но студенческой жизни неплохо бы помогла не уборка даже, а упорядочивание расписания. Это, наверное, самый животреперщивающий вопрос у всех студентов, потому что неудобно, когда у тебя пары с 8.30 до 7 или до 5, как у меня сегодня, с окнами большими. Конечно, хотелось бы, чтобы это было сконцентрировано в первой половине, а во второй ты как раз-таки мог бы посвящать себя волейболу, баскетболу или проводить матчи по футболу. Вот. И еще мне, или как раз-таки, да, во второй половине дня неплохо бы проводить еще мероприятия, которые посвящены объединению всех отделений колледжа. Общение между всеми студентами? Общение, ну, по типу КВМ. То есть развитие творческого потенциала какого-то? Да. Когда студенты могли из разных отделений объединяться между собой, например, да, что-то ставить или наоборот соперничать с собой, то есть проявлять такой дух соперничества. Конкуренция. Да. Хорошо. Если мы говорим про студентов-первокурсников. Четвертый курс – это определенная доля мудрости. Конечно. Что было, какой бы совет ты хотел дать первокурсникам? Первокурсникам? Сходя из опыта своего обучения. Из опыта. Вот первые три курса я был практически отличником. То есть вообще прям одна-две четверки максимум. Вот. Я ходил на все пары. Я выполнял все домашние задания. Я был прям, ну, прям умный вообще. На четвертом курсе у меня оценки остались такими. Но вот эти все действия, скажем так, можно комбинировать с чем-то, например, с той же личной жизнью. Вот. То есть открыл для себя возможность совмещать и отличную учебу и… Да. Поэтому я посоветовал бы первому курсу задуматься. Вот. Чтобы пораньше, а то не как я на четвертом курсе только это понял. Может быть, абсурдный вопрос. Крылышки KFC или МакКомбо? Не, ну тут однозначно выбрать крылышки. Даже думать не надо. Хочется чувствовать феерию. Ассенс на утро. Видите, у Дорогомедиа есть славная традиция. Чаще всего любые выпуски о студенческой жизни заканчивались, ну, какими-то добрыми словами в адрес своих педагогов по специальности. Вот у тебя сейчас есть такая возможность. Что бы ты хотел сказать? Во-первых, представь педагогу, который тебя готовил все это время, да, по специальности. Ну, и что бы ты хотел ему сказать под завершение четвертого курса? Ну, ну, времени у меня еще немножечко вперед будет, сказать ему. Мне как никого создавать. Но этот преподаватель, Хотин Роман Анатольевич, вот как раз-таки со второго класса меня учил играть на волторне. То есть это уже больше десяти лет. Я просто с математикой дружу. Вот. И хотел бы ему, во-первых, поблагодарить за то, что приучил меня к музыке, потому что духовой инструмент – это сложный инструмент на самом деле. Ты должен его и слышать, ты должен на нем и петь, ты должен, играя, разбираться и в гармонии, и в сальфеджио. То есть это важно, то есть благодаря нему и занятиям на духовом инструменте я познал, как бы, основы, азы этой музыки. Мне это нравится, действительно нравится, потому что если бы я не знал, то я бы здесь не сидел. Поэтому я бы хотел ему сказать спасибо, поблагодарить его за это. Вот. И я надеюсь то, что у него в будущем будут не менее прекрасные ученики. Как я. Как я, конечно. Да, в целом, достаточно много отчасти новой информации лично я для себя открыл. Но я думаю, что это будет полезно и интересно нашим торгомышцам. Ну, а мы завершаем наш первый выпуск Дорогомедиа, посвященный выпускникам 2023 года. Начали мы с духового отделения. Ну, а под завершение нашего выпуска я хочу объявить новое голосование, в котором у нас принимают участие струнные инструменты, отделение оркестровых струнных инструментов. Голосуйте за своих четверокурсников, и уже скоро они появятся в нашем выпуске. До новых встреч. До новых встреч.